Челя, мой маленький, победа в тэкбол. Сюда, говори. Чего? Говори? Ну, ты проиграл в тэкбол. Говори! Подписывайтесь на канал Тима. И ставьте лайки. Да. В тэкбол выиграл, а тут проиграл. Один-один. Всем привет. Честно думал, делать или не делать этот обзор, все-таки многие неправильно воспринимают товарищеские матчи и мои комментарии к ним. Можно было бы подождать игру со Ска Хабаровс, которая пройдет в воскресенье, и снова сделать подобие еженовостей, тем более, что прошлый выпуск вам, судя по всему, неплохо зашел. Товарищеские игры нельзя воспринимать с точки зрения результата, корить игроков за то, что они не забили какой-то момент или пропустили глупый гол. Прежде всего, и все это повторяют все тренеры, все руководители, это часть тренировочного процесса, где тренеры пробуют какие-то идеи, смотрят, как игроки на эти идеи реагируют, как получаются хорошие моменты, как получаются плохие моменты, куда нужно обратить внимание, собственно говоря. Для людей эмоциональных и остро реагирующих на все подряд, товарищеские игры лучше вообще не смотреть, только нервы потеряете. И я ни в коем случае, смотря на товарники, не делаю никаких далеко идущих выводов. Однако некоторые тенденциозные моменты, которые мы видели в других матчах, товарищеских или официальных, подмечать имеет смысл. Потому что именно над ними Локомотиву и стоит поработать в межсезонье, чтобы уже в официальном сезоне все прошло гладко. Итак, матч с Балтикой. Балтика в этом году команда российской премьер-лиги. Наконец-то дождались команды из Калининграда в высшем дивизионе. Под руководством Сергея Игнашевича они довольно уверенно прошлись по ФНЛ и безо всяких стыков обеспечили себе участие в российской премьер-лиге. Надо сказать, что с Балтикой, несмотря на разницу в уровнях, Локомотив играл нередко и не самым удачным образом. Самый яркий эпизод это, наверное, гол Эдера, благодаря которому мы прошли дальше и потом завоевали трофей, но были и не столь удачные матчи. Состав, который выбрал Галактионов на игру, выглядел в большей степени похожим на основу, за исключением, пожалуй, Самошникова на левом краю обороны, место которого почти наверняка, ну, по крайней мере, поначалу будет принадлежать Тикнезиану. А в воротах появился Гильерми, хотя при всей любви к Бразилу русскому вратарю, в раме я жду все-таки Лантратова без каких-либо экспериментов. Давайте сразу сделаю отступление, потому что Гильерми свой тайм отыграл очень уверенно. На второй тайм вышел уже Даня Хуликов. Что важно, Гильерми старался своим быстрым фирменным пасом разгонять контратаки Локомотива, который при наличии скоростного Пеняева и в целом очень бегущего Локомотива становится таким же грозным оружием, как когда-то при Николиче. В обороне, кажется, главной защитной парой у нас теперь считается Фасон и Погоснов. Они довольно неплохо синергируют вместе. Погоснов — это мощь и борьба на втором этаже. Фасон — это первый пас и подстраховка. Игровой тонус Лукасу еще набирать и набирать, но игру он, как и раньше, чувствует очень хорошо и оказывается в нужных местах, чтобы подобрать бесхозный мяч или не пустить нападающего к воротам. Одна ошибка у Фасона все-таки случилась, но удалось сообща ликвидировать ее последствия. И в целом я бы сказал, что Центробороны и Фасон Погоснов отыграли свой тайм, свои 60 минут, очень даже неплохо. На правый край встал Нинахов, и это тоже не сюрприз. Сильянову предстоит очень постараться, чтобы забрать это место у Максима. В частности, делать это необходимо в товарищеских матчах, как, собственно, сам зимой это показал Максим Нинахов. Он ведь был одним из главных кандидатов на выход. На него особо не рассчитывали, но после сборов он стал твердым игроком основы, несмотря на то, что подписали Смольникова на его позицию. В опорке безальтернативные пока Карпукас и Баринов. Про Карпукаса чуть позже, Бара же провел среднюю товарищескую игру. Особо на поле заметен не был, один раз пробил через себя, но, тем не менее, за Баррой чувствуется класс, обретенный заново где-то в середине весны. И дальше атака с Дзюбой, Пеняевым, Рефатом и Глушенковым. Дрим Тим, казалось бы. Но механизм этот как не работал стабильно по весне, так и продолжает активно сбоить. Атаки мечты у Локомотива прошли всего два раза. Атаками мечты я называю атаки, которые в таком построении Локомотив хочет проводить регулярно. Один раз в первом тайме, когда после хорошей передачи от Гильермии и скидки от Самошникова, неразбериху между двумя игроками Балтики подкараулил Пеняев и унесся по свободному флангу, не доходя до штрафной покатил в центр, ну а там Глушенков уже нанес свой удар. Затем вторым темпом еще и Рефат подключился. В этой атаке было хорошо все, кроме завершения. Максиму не стоило бить сразу, было время на то, чтобы принять мяч, может быть отпасовать над Зюбу, может быть сместиться под правую ногу и пробить, но варианты были. Зато Лока в этой атаке смог найти пространство и убежать четырьмя игроками. Помните, я то же самое говорил о матче с Артышом? Мы убегаем в атаку четырьмя футболистами. Даже в последней фазе атаки, когда я уже поворотом бил Рефат, мы максимум видим добежавшего до радиуса штрафной Баринова, но не более того. Это странно и ненормально. Это всего 14-я минута встречи, и силенки еще должны были быть. Будь на месте Самошникова-Текнезя, он бы давно был уже во вратарской. Чтобы не быть голословным, вот момент из второго тайма. Текнезян начинает атаку у своих ворот, а через 10 секунд он уже в чужой вратарской караулит отскок после удара Рыбчинского. Возвращаясь к ситуации, будь в штрафной еще один игрок, например, тот же Бара, у Рефата была бы опция не бить по воротам, а скатить под расстрел на 11-метровую. А так у нас даже численного большинства в штрафной не получилось. Второй хороший момент пришел во втором тайме сразу после пропущенного мяча. Блестящая передача все того же Самошникова, скидка от Дзюбы на Баринова. Тот отдает на Глушенкова, бежит внутрь штрафной, отодвигая немного линию обороны. И это позволяет Глушенкову укоротить мяч и пробить слевой в дальний угол. Чуть-чуть не попал, но уверен, что именно таких атак от локомотива с Дзюбой Галактионов хочет видеть как можно больше. С подбором, с уводом защитника и ударом. Здесь придраться не к чему. Все было сделано хорошо и в темп. Чуть-чуть не повезло, но если такие атаки будут в сезоне, будьте уверены, Максим будет забивать и довольно много. На этом у нашей атакующей дриптим по сути все. Зато было много моментов, где Пеняев играл как заправский левый полузащитник, получая мячи широко на левом фланге и пытаясь навесить на Дзюбу. Один из прострелов даже вышел довольно качественным, но это все равно совсем не то, чего ждешь от Сереги. Я от него жду смещений в центр, входа в штрафную на дриблинге или по крайней мере проникающую передачу. Одно он, кстати, даже сделал и гол забили, но из офсайда. Дзюбе вообще не стоило трогать этот мяч, Рифат вбегал из правильного положения и, скорее всего, бы успевал к мячу. Но откуда же Артема было знать, что там где-то за спиной еще Рифат бежит? Он потом, кстати, перед Джамалединовым извинился. Если нам нужен был игрок, чтобы слева фланга раз 20 за матч навесить на Дзюбу, то это нужно было брать какого-нибудь Щенникова или Камбарова воскресить. Пеняев все-таки, как мне кажется, силен несколько иными качествами. Примерно то же самое можно сказать и про Глушенкова, который номинально играл справа, но при малейшем удобном случае бежал куда-то в центр и как будто бы даже мешался Рифату. Вот, например, Рифат получает мяч в центре, но сюда же в центр прибежал уже и Глушенков. В итоге у нас 4 человека чуть ли не в одной точке оказываются. Какую-то ширину создает лишь Дзюба, который понимает, что Балтики в таких построениях атаки локомотива слишком легко оборонятся и надо как-то все-таки растягивать линию обороны. Рифат в этом эпизоде мог сыграть получше, например, покатить сразу на Глушенкова или вообще на Баринова внутрь штрафной. Однако ощущение неправильности позиционной игры в 4-2-3-1, когда у нас крайние полузащитники всеми силами стремятся не в штрафную, а на радиус этой штрафной, меня несколько смущает. В обороне локомотив смотрелся довольно стабильно за исключением одной мелочи. Илья Самошников не очень понимает принципов игры в обороне. Он редко подключается вперед, его фирменных заходов на всех парах в штрафную мы за 3 матча пока не видели ни одного. Но проблема куда серьезнее, она в том, что его стиль в обороне это выброситься на и владеющего мячом игрока. Это может приносить успех, если, например, вся команда идет в прессинг, и даже если мимо Ильи мяч прокинут, он все равно так или иначе перейдет к нашей команде, и мы сразу же побежим вперед. Или если у Самошникова есть постоянный страховщик, который как раз будет подбирать мячи, которые закидывают Самошникову за спину. Рубин, например, играл в три центральных, и у Самошникова всегда такой страховщик был из числа вот как раз одного из центральных защитников. В Локомотиве эту роль в конкретном матче с Балтикой на себя взял Карпукас, и к исходу часа стало понятно, насколько он заколебался постоянно бежать и страховать спину Самошникова. У Артема есть и свои задачи на поле, и он их исправно исполнял. Количество передач между линиями просто космическое. Супер матч. Но вместе с тем, каждый раз, когда Самошников шел в отбор, Карпукас понимал, что придется бежать, страховать, так как отобрать мяч у Ильи не выйдет. В конце концов, это привело к пропущенному голу. Самошников снова пошел на защитника, снова получил за спину, и как-то очень-очень лениво трусцой бежал назад. Карпукас тоже не бежал сломя голову, и в итоге у игрока Балтика, наверное, часа три было на то, чтобы сделать поперечную передачу вдоль ворот. И тут бы, в принципе, все равно ничего не произошло. Все потенциальные линии передач наши игроки перекрыли. Но мяч неожиданно проскочил сквозь руки Худяковой и вообще никак не изменил направление своего движения. Только подскочил вертикально, да еще и темп замедлился, чтобы у нападающего Балтики совсем не было шанса на промах. Если в матче с Артышом я говорил о том, что гол пропущенный, это цепь индивидуальных ошибок игроков, и в целом в этом не было ничего страшного, то гол с Балтикой это большая командная недоработка, с которой Галактионову придется что-то делать. Либо не выпускать Самошникова, либо объяснить Карпукасу и левому центральному защитнику в фасону в конкретной игре, что при стиле игры Ильи кто-то всегда должен его страховать. Но важно понять, зачем это нужно, если импакта в атаке такой стиль игры Самошникова нам все равно пока не приносит. Когда тем же занимается Технезиан, я понимаю, окей, ему нужна подстраховка, потому что Технезиан побежит в штрафную и станет важной деталью атакующего механизма. Но Самошникова я в атаке так за всю игру и не увидел. Ну, за исключением вот этого дальнего, хорошего, плотного удара с левой ноги, но все равно, да, это не подключение в штрафную площадь, это была довольно дальняя дистанция. Если что, это не претензия к Самошникову, это задача, над которой как раз тренерскому штабу придется поломать голову именно вот для вскрывания таких вещей и нужны товарищеские матчи. На последние полчаса вышел полностью новый состав, включая наших сборников Технезиана и Митая. Вышли в построении, напоминающем игру с Оренбургом. Тики левый защитник, Митай ближе к атаке. Правда, раз за разом Технезиан оказывался выше Митая в построениях и в этом есть определенный смысл. Митый, если что, подстрахует, а вот подключение левого защитника в чужую вратарскую мало кто ожидает. Морозов и Кузьмичев играют уже третий товарняк друг с другом и стоит отметить, как широко они уходят от ворот при розыгрыше мяча. В первый час игры такого не было и необходимости постоянного опускания одного из опорников в глубину для розыгрыша мяча тоже не было. Справа появился Саша Сельянов. Вместе с Щетининым в центр поля вышел Даня Куликов, а в атакующую линию кроме Митая вышли Кирилл Никишин, Владислав Сорвелли и Дмитрий Рыбчинский. Схема была похожа на 4-3-3 с треугольником в центре поля Щетинин, Куликов, Сорвелли. Да, как я и говорил, Сорвелли это не нападающий и место на поле он занял соответствующее. В штрафной практически не оказывался. Второй тайм мне в целом понравился больше, чем первый. Стало гораздо больше розыгрыша мяча. Особенно в последние полчаса старался Дмитрий Рыбчинский, который натурально оказывался вообще везде. И справа, и в центре, и слева, если надо. Вот, опять же, как надо себя показывать, чтобы завоевать место в составе. Из всех вернувшихся арендников и всех новичков, которым нужно доказывать Галактионову, что они должны играть в стартовом составе, именно Рыбчинский справляется с задачей лучше всех. Мы видели и голевую передачу с Волгарем, а теперь и очень качественные полчаса с Балтикой. Возможно, с таким Рыбчинским поиски правого нападающего у нас не такие уж и срочные. Главная наша атака второго тайма началась с паса Жени Морозова, на которую отлично откликнулся Кирилл Никишин. Вот резкий рывок за спину это то, что он умеет лучше всего. Да еще и с отскоком от газона в этом случае повезло. Мяч как будто вертикально вверх подлетел, а не более ожидаемо в руки вратарю. Никишин опередил Латышенко, пробил поворотом, получил ладонью по лицу, но, к сожалению, гола не забил. Пенальти чистейший. Бить его взялся Куликов, пробил достаточно сильно, на самом деле достаточно неплохо, но в штангу. А от штанги мяч оскочил во вратаря, закрутился и полетел в сторону Сорвели и Мите. Я не очень понимаю, почему Сорвели в последний момент решил пробить именно правой ногой щечкой в дальний угол. Я бы хотел, чтобы ему задали этот вопрос, но по траектории движения мяча и траектории самого Влада кажется, что кручение мяча стало для него сюрпризом. Мяч просто отскочил немного не туда, куда он сам прибежал, поэтому пробить слевой он уже не мог и исполнил то, что исполнил, какой-то цирковой номер. Когда я смотрю повторы, мне вообще кажется, что лучше бы Сорвели на этот мяч не бежал. Возможно, тогда к этому мячу успевал бы Митай и ему с правой ноги было бы куда проще отправить мяч в пустой угол. Но вообще этот вот конкретный момент это то, что абсолютно нет смысла разбирать в Творняке. Каждый подобный момент он индивидуален, уникален, здесь ничего не натренируешь. Разве что Куликову я бы посоветовал не выключаться после удара с 11-метровой. Он расстроился и остался на отметке. В то время как все штатные пенальтисты понимают, что пенальти можно и не забить, в этом ничего страшного. Но бежать на добивание тебе надо обязательно. Может быть в штангу попадешь, может быть вратарь отобьет, тогда ты собственно добьешь мяч в сетку. Гораздо больше меня огорчил момент чуть позже, когда Даня дважды не смог подобрать ногу для удара и падал. Вот это тенденция и это то, над чем Куликову нужно начинать работать, если он хочет наконец-то открыть счет своим голам за локомотив. В воскресенье матч со СК Хабаровском, надеюсь на появление тех, кого мы не увидели в игре с Балтикой и в частности на Исидора и Ракова. У Антона Мирничука какое-то повреждение и он не принимает участие даже в игровых тренировках, так что мы его вряд ли увидим. Интересно, будет ли Галактионов тасовать состав или мы снова увидим примерно тех же людей и кто-то уже доиграет матч до конца. Пожалуй, это и будет главная интрига на воскресный матч, который мы обязательно вместе посмотрим на vkplay.live. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и до встречи на следующей неделе с обзором Творняка со СК Хабаровск. С вами был Тим, пока!